Сегодня, 15 декабря, Алексею Рубжуровичу Бадмаеву исполнилось бы 100 лет. Он был видным государственным деятелем, заслуженным работником культуры, почетным гражданином Республики Калмыкия. Алексей Бадмаев внес неоценимый вклад в развитие культуры. Благодаря его работе в творческие вузы страны стали принимать талантливую молодежь из Калмыкии. Под его руководством в Республике были открыты дома культуры, а также музыкальное училище имени Петра Чумкушова. Моя коллега Светлана Аджиева также побывала на Вечере памяти. Все подробности в следующем видеоматериале. Каждый из присутствующих на Вечере памяти не только вспоминал, но и выражал благодарность замечательному человеку, достойному сыну своего народа Алексею Рубжуровичу Бадмаеву. Он родился в селе Туктун Малодребетовского района. После окончания школы работал секретарем райкома партии, затем райкоме комсомола. В начале войны окончил школу авиации, участвовал в боек за оборону Кавказа, был ранен. После госпиталя снова вернулся на фронт и прошел все этапы войны. Он с честью выполнял поставленные перед ним задачи по подготовке офицерского состава. За умелое руководство был приставлен к ордену Красной Звезды. Однако награду фронтовику вручили только лишь через 65 лет, в день его 88-летия. Трудовая деятельность Алексея Рубжуровича после восстановления Калмыцкой автономной области начиналась с исполнения обязанности заместителя заведующего отделом обкома партии и руководства Министерством культуры области. В 1956 году Алексей Рубжурович был избран первым секретарем Черноземельского райкома партии. А в 1968 году он вновь возвращается в листу на должность министра культуры Калмыцкой СССР. Он действительно правильно занимал это место, все на него равнялись. Это было лицо нашей нации Калмыцкой, сам Алексей Рубжурович. Все, что делал, он всегда до конца доводил. Он умел ставить эти вопросы своевременно, имел доказательства о том, что надо именно построить музей. Действительно, когда мы приводили туда музей, почти и наш. Почему Алексея Рубжуровича пригласили? Потому что он хорошо работал. Во-первых, все это знал, где что, с кем и как. Во-первых, у него связи в Москве были, напрямую, вместе с Министерством культуры России, все это понимал. В годы восстановления автономии Калмыкии призыв в кадре решает все, был невероятно актуален. Алексей Рубжурович, как никто, понимал это. И поэтому одними из самых важных направлений своей деятельности считал подготовку профессиональных кадров для отрасли культуры. Благодаря организованной им работе в творческие вузы страны стали принимать талантливую молодежь из Калмыкии. В десятках учебных заведений учились будущие работники культуры, музыканты, художники, хореографы, библиотекари. Это краеведческий музей, это национальный драматический театр, это союзы писателей, это союзы архитекторов, союзы театральных деятелей. Это масса тех учреждений, и сейчас мы даже представить себе не можем, как это можно было сделать за такой короткий промежуток времени. Алексей Рубжурович сегодня собрал в этом зале самых ярких личностей, людей, на ком строилось, жизнь делась. Сегодня являются гордостью, это люди, которые находятся в этом зале, и особенно в первом ряду. Сегодня мы говорим о министрах культуры, мы сегодня говорим о героях Калмыкии, присутствующих здесь, о двух председателях Совета Министров, которые присутствуют здесь. Не это ли является нашим достоянием, это да. Поэтому я хочу адресовать слова благодаря себе вам, всем, кто здесь присутствует, всем, кто вложил, вкладывает свои силы для продолжения дела Алексея Рубжуровича. Имя Алексея Рубжуровича, оно вписано красными буквами, золотые страницы нашей истории. Потому что Алексей Рубжурович для нашего колледжа, и тогда это было музыкальное училище, истинское музыкальное училище, является не просто видным деятелем, он для нас как отец. Дело отца сегодня продолжают дети, внуки, а также правнуки. Многие из них трудятся на благо своей республики и гордо несут имя Алексея Бадмаева. И вот, читая автобиографическую повесть, знаете, вся жизнь пролетела. Конечно, было много трудностей, но из всего надо всегда находить самое лучшее, самое хорошее. Я думаю, что вся наша семья, братья мои старшие, наверное, вот унаследовали эту черту, сталкиваясь, выносить самое лучшее. Папа всегда как мантру произносил, не падайте духом, все будет хорошо. И вот я по жизни следую этому принципу и считаю, что это вот такие очень золотые слова на куцере. В честь столетия со дня рождения заслуженного работника культуры Калмыска СССР Алексея Урубжуровича Бадмаева семьей учреждена именная денежная премия с целью поощрения лучших преподавателей колледжа искусств имени Петра Ченкушева. Светлана Аджиева, Владислав Бадмараев, информационная программа «День республики».